Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами я, Галина Топилина. Мы говорим о том, что волнует многих и может коснуться каждого. Лето прошло, что дальше? Полгода серости, холода, постоянных простуд. Или осень – это время ярких красок, прозрачного воздуха, уютных вечеров и предвкушений Нового года? Унылая пора или о чьей очарование? На чьей стороне вы? Об этом мы спросили людей на улице. Но прежде чем мы узнаем результаты опроса, позвольте представить гостя в нашей студии. Доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии и развития Самарского университета Константин Сергеевич Лисецкий. Здравствуйте, Константин Сергеевич. А тема сегодняшней передачи «Оптимисты и пессимисты». Узнаем, кого в Самаре больше. Внимание на экран. А вы пессимист или оптимист, как вы считаете? Оптимист. А вот вы грустите, что лето прошло? Ну, осень как-то хмура. Настроение, солнечный день будет меньше. А я за пределами оптимизма и пессимизма. Я считаю, что не надо запутываться в этой двойственности какого-то одного взгляда на жизнь. Это же взгляд на жизнь, он ограниченный. Я не делю на плохое и хорошее. Я просто живу свою жизнь и наслаждаюсь ей. Наслаждаюсь как сложными моментами, те, которые принято называть неприятными, так и приятными. Вы пессимист или оптимист? Как вы считаете? Я пожилой человек. А вы оптимист или пессимист? До свидания. Сейчас пока куртку, пока штаны, пока свитер, пока футболку. Пока соберешься, уже не хочется никуда идти. А как вы считаете, вы оптимист или пессимист? Оптимист? Мамочке нельзя быть пессимистом. А что для вас осень? Вот то, что сейчас дождик. Сейчас солнце светит? Не важно. Вы не любите осень? Люблю. Я мотоциклистка, и у меня уже сезон заканчивается, мне очень грустно. Вы оптимист или пессимист вообще? Оптимист. Больше оптимист, я считаю. А что для вас осень? Шлякать и грязь. И все. Если одеваться хорошо, ноги мокрые не будут. А вы оптимист или пессимист? Нет. Я мама. Богодетная, уставшая. Наверное, реалист больше. Наверное, пессимист все-таки. Ну, с возрастом, с бытом жизни и со всякими делами. Скажите, вы грустите, что лето прошло? Да. Нет. Не грустите, вы не любите осень или любите, наоборот? Мы любим. Мы оптимисты. Но вопрос показал, что оптимистов в Самаре все-таки больше. Константин Сергеевич, скажите, а вот вы допускаете, что кто-то из этих людей, может быть, не признался, кто он на самом деле? Особенно те, кто с хмурым видом уходили от ответа или предлагали какой-то третий вариант? Ну, сам по себе вопрос, он такой требующий отождествления с чем-нибудь. Вот. Поэтому, если бы я спросил у вас, вы оптимист или пессимист? Что бы вы ответили? Я оптимист. Ну, это слишком такое простое деление. Над нами властвует все то, с чем мы себя отождествляем. И вот когда человек с чем-то отождествляет, это начинает властвовать над ним. Вот такая особенность. Вот. Хотя на самом деле, там вот про реализм заговорили люди, да? Вот. Есть такие два главных, наверное, вопроса. Они чаще не осознаются людьми, но они все время их задают сами себе, и мир им задает тоже. Вот. И один вопрос – это, чего я достоин, а другой вопрос – на что согласен. Вот. И чем они дальше, тем я напряженней и пессимистичней. Чем они ближе, я, по крайней мере, оптимистичен. Чего достоин и на что согласен вот в этой жизни. Но если они совпадают, вот я реалист. Вот он оттуда берется. – Но люди не любят говорить о своем пессимизме? Хотя, казалось бы, жаловаться и ворчать любят все, но наш вопрос показался. Да, любят жаловаться и ворчать с большим удовольствием, конечно. Вот. Это такая есть традиционная привычка. Потому что это возможность переноса своего недовольства на окружающий мир. Потому что на самом деле ведь, ну, смотрите, мозг умеет не только различать воображаемое, да, но и может воображаемое принимать за реальность. Ну, так вот он красиво устроен. Вот когда ребенок спит в постельке, и там штора не задернута, и машина ехала, и фарами посветила там на потолке, вот. Ему показалось, что это Баба Яга. Ну, это фантастический образ. Но есть реальность. Он реально намочил простынь со страху. Вот так вот образы психические и реальность, они вот между собой взаимодействуют. И вот как раз вот между ними есть убеждения, да, потому что пессимист или оптимист – это не какая-то там эта картина мира и так далее. Это внутреннее состояние и созданное из внутренних убеждений. А убеждения созданы во что я верю и во что я не верю. И вот этой картинкой она выражается в моем состоянии, вот, которое проявляется в моем поведении и оценке себя и всего мира вокруг. А мне встретилась информация о том, что человек, когда рождается, он по определению оптимист. То есть ребенок, он в целом все воспринимает именно с позитивной точки зрения. И вот даже встретился такой эксперимент в соцсетях. Ребенка просили продолжить фразу. Причем эта фраза – это какой-то устоявшийся во взрослой жизни клише. Вроде «много хочешь – мало получишь», но ребенок не знал этого продолжения, что «мало на самом деле получишь». Он отвечал свое, и этот ответ был позитивный. То есть «много хочешь – он отвечал, то и получишь». Или «дальше будешь, если быстро бежишь, а не тихо едешь». То есть получается, пессимизм и негативное восприятие мира – это уже приобретенное какое-то качество со временем, когда какие-то установки от окружающих на него снисходят. Ну, сбрасываются. Да, сбрасываются. Ну, понятно. Вот вы знаете, чем отличается взгляд младенца? Вот вы хоть раз держали щеночка, котеночка, там, змееночка. Конечно. И видели их глаза, да? Глаза котеночка и вообще животного, они всматриваются в мир, что будет дальше, да? Что можно будет вот съесть. Вот. А взгляд младенца, он и другой. А он, вот если совсем младенец, он глазами смотрит, и он… В глазах у него вопрос есть. Вопрос, на который Гугл не знает ответа. Вот. И вот на этот вопрос ему всё время отвечают родители, мир и так далее. И разукрашивают вот этот вот его пессимистический взгляд или оптимистический взгляд. Но дело в том, что ребёнок, совершенно точное ведь утверждение, да, что ребёнок позитивен. Но он позитивен, потому что он пока не знает слова «нельзя». Вот. Как только он его узнаёт, вот, то появляется такое лёгкое уныние. Дело в том, что у каждого человека, на самом деле, две матери. Одна мать природа, другая мать культура. И его вот личность, она занимается тем, что их согласовывает между собой. Вот. И природа жаждет быть проявленной, вот, и говорит всегда «да». А культура говорит «как тебе не стыдно». Вот. И вот так вот. Поэтому дети, конечно, ну, заражаются пессимизмом. В какой момент происходит? Есть какая-то, может быть, шкала по возрасту или по событиям в жизни человека, когда вот этот перелом может произойти? Может быть, это окончание школы или там свадьба? Ну, конечно, есть этапы, там, какие-то циклы разочарования глубокого, да, потому что, когда, говорит, я достоин многого, я согласен хотя бы на что-нибудь, да. Вот, конечно, это, ну, сам мир усваивает ребёнок при помощи вот того, что называется обуславливание, боль, подражание, воспитание, обучение и творчество. Вот при помощи этих процессов. И если воспитание, мы возьмём такую вот цитату у классика психоанализа Зигмунда Фрейда, он говорил, воспитание – это принуждение к труду и запрет на влечение. Вот, поэтому, конечно, от этого вот, если не научили ребёнка это согласовывать, он, скорее всего, будет смотреть с унынием на тот мир, в котором он оказался. Потому что он появился здесь как инопланетянин, да, он же не знает, как мир устроен. Вот, тут ходят какие-то взрослые, уверенные в том, что те традиции, которые они поддерживают, наверняка лучше, вот, и требуют, чтобы он их тоже поддерживал. И идёт запрет на проявление, да, ребёнку запрещают говорить нет, ребёнку запрещают злиться, когда он злится, вот, не злись, говорит, так, вот, да, ребёнку запрещают бояться, если он боится, говорит, не боится, вот, и таким образом он вот в этом напряжении, ну, накапливает его как-то, вот, и не очень любит всё, что вокруг него. А как же тогда сказать, нельзя так, чтобы ребёнок, ну, нельзя же, чтобы ребёнок рос во вседозволенности, границы тоже должны быть какие-то. Да, конечно, конечно, вот, границы обязательно должны быть. Вот, есть принципиальная разница, и если это родители понимают, то они счастливые родители, а их дети тоже счастливые. Это вот, так называемая, я, как улучшенная версия себя по умолчанию, вот, великолепно. Если я, вот, вы маленькой принесли мне рисунок, я говорю, какую ерунду ты мне там нарисовала и так далее. Здесь вот механизм, он такой двойной. А если я говорю, рисунок плохой, ты поправь вот здесь, вот здесь, то это касается рисунка, а не тебя. А если я говорю, да, он плохой, и ты воспринимаешь, что и рисунок плохой, и ты плохая, вот. И, ну, есть такое понятие невроз, да, невроз – это такое деструктивное, дискомфортное ощущение в отношении себя. Я не очень, вот. И когда взрослые всё время тебе говорят, что ты не очень, вот, и называют губы, не разговаривают, вот, то, конечно, ты начинаешь считать себя не очень и компенсировать это изо всех сил всеми возможными способами. Но ощущение не очень, оно сохраняется. Вот. А там, где родитель говорит, что, да, рисуешь ты так себе, вот. Да, ну, мы тебя независимо любим, а потом ты зато здорово бегаешь. Тогда не возникает вот этого самого пессимизма, вот, ворчливого, да. Хорошо. Ну, а в более старшем возрасте, когда у нас от мотива достижения, человек переходит к мотиву сбережения, то есть уже перестаёт ставить перед собой какие-то цели, достигать, стремиться к этому, а уже начинает – это моё, я это буду беречь, а вдруг кто-то, а вдруг кто-то. А вдруг отнимут. Да. Мало ли что. Пока он собирает, он боится, что не соберёт, а когда он собрал, он боится, что отнимут. Вот. Это примерно такое, ну, вот то самое негативное состояние напряжённое, которое заканчивается обычно. Вы о чём сейчас сказали? Вы сказали о кризисе 40 лет. Конечно, да, я вот до 40 лет всё собирал, 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 а потом, особенно мужчины, его тяжело переживать, потому что у женщины пока тут вот как-то дети, надо погладить рубашку, вот. А он стоит, ему 40 лет стукнул, он так вот смотрит вокруг и говорит, и что? И это всё? Ну, хоть то, что есть сберечь. На самом деле, это кризис цели, кризис роли, вот его жизненной, да, вот, и кризис смысла. И если он умеет его преодолевать, то жизнь разворачивается в новых красках. Умеет преодолевать. Это ведь тоже какое-то искусство, наверное, не даруется, кризис, что не так всё просто. Да, конечно, этому немножко нужно учиться, но всё-таки в идеале это главный подарок, который могут сделать учителя и родители, вот, самый ценный, потому что людям везёт учителей на родителей, вот, если их не было, всё остальное приходящее, всё равно. Это они подарили им вот это чувство саморазвития, вот, они задавали им вопросы, которые дети потом задавали себе и искали ответы. И этот механизм запустился. И вот в этом чувстве саморазвития – это самый ценный подарок от родителей и от учителей. Не занудство, вот, и не то, что это… Ты, как всегда, не то делаешь, да? Вот, то этот механизм, он выдерживает любые нагрузки в жизни. А в 40 лет, может быть, уже дети тоже могут такую роль выполнить, нет? Нет, ну, то есть, да, конечно, безусловно, они её и выполняют. Вот, но дети… Сейчас вот этот бум строительства домов, он как-то чуть-чуть, ну, уменьшился. И он уменьшился потому, что дети не остаются в доме, они улетают из гнезда. И родители, вот, они строили, 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 строили. И они уже вдыхают, говорят, ну, что, вот мы вдвоём. А вдвоём они уже отвыкли. Пока приходилось бегать по школам, пока в вузы, там, это, дети поступали и так далее. Вот. Поэтому это очень серьёзный вопрос, который человек, каждый решает. Что сохранять? И лучше всего сохранять, конечно, вот, ну, какой-то смысл своей жизни. Потому что, вы знаете, что вот в процессе жизни… Ну, жизнь, знаете, что такое? Я знаю. Жизнь – это расширение возможностей и обуздание собственных страхов. И если вы в этом процессе всё время присутствуете, то всё не так плохо. Вот. Если же вы не умеете обуздать страхи, они вас обуздают, и вы станете пессимистом. Если вы не умеете расширять возможности, то вы станете занудой и ужасно скучным, и неинтересным человеком самому себе. Вот примерно такая картина. Если, всё-таки, возвращаясь в русло нашей беседы про оптимистов и пессимистов, давайте вот про пессимистов ещё такой вопрос. А люди избегают общества тех, кто недоволен? Или всё-таки противоположности притягиваются? Например, в паре, где один оптимист, другой пессимист. Эти люди уравновешивают друг друга? Или наоборот, это постоянные скандалы и недовольства? Я понимаю, да, вопрос действительно такой важный и непростой. Ну, если как-то вот полярности всерьёз рассматривать, да, ну, какие-то промежуточные, те, кто придумали, что они почти реалисты, мы их не будем как-то затрагивать и щипать. Вот. Пессимисты – более завистливые люди. Вот. И оптимисты – они более конкурентные. И поэтому тоже обидчивые. Вот. Потому что если вы пессимист больше, чем я, вот, то я постараюсь вас переспорить, что у меня вот гораздо хуже. Вот. А если вы оптимист, гораздо более оптимистичнее, чем я, то вы превосходите меня, и мне бы хотелось, чтобы у вас, ну, было не всё хорошо. Вот. Потому что когда человек понимает, что он соткан из противоречия, он сложен и, по крайней мере, не отождествляется с чем-то вот непосредственно, а чаще раз, то этот вот такой вот жанр жизни, он является таким созвучным. Короче, это вот психика – это внутренний мир человека. Это внешний мир. И всю жизнь человек согласовывает этот внутренний и внешний мир между собой. И когда удаётся, он лучше, чем пессимист. И лучше, чем оптимист. Он улучшенная версия себя. А кому в жизни проще жить – оптимисту, который радуется всему, или пессимисту, который в голове проигрывает миллион негативных сценариев и, например, в отпуск берёт полчемодана лекарств от всех болезней, которые наверняка не случатся? Да. Это важные такие условия. Но причём они имеют и социальные корни. Вот посмотрите. Вы знаете овраг подпольщиков у нас бывший, который называется «Постников оврага»? Да. Если вы стояли там хоть раз на углу, то вы видели три аптеки рядом. Вот такое, да? Вот странно очень. Они там в 20-15 метрах друг от друга. Все три разных. И все. Ни одна из них не разоряется. То есть все всё время бегают за лекарствами, видимо. Жажда. Да? Вот такая вот социальная обусловенность. И дома эти аптечки стали гораздо более насыщенными. Вот. Да, безусловно. Потому что, ну, как-то вот с собой договариваться не учили. Вот. Масса менеджеров учат договариваться там друг с другом переговорным процессом. Но очень мало где учат договариваться с самим собой. И тот, кто умеет договариваться, тот, конечно, гораздо... Вот хочешь экономить на лекарствах – изучай психологию. А вот, кстати говоря, про здоровье. Негативное настроение и такой вот настрой пессимистический, он как-то влияет на самого человека? Потому что всё-таки у нас вот шаблоны, какие-то макеты происходящие, модели – это психические образы. И если он ужасен, то, конечно, он начинает захватывать и моё дыхание, и моё сердцебиение, и мою сутулость, и моё замирание. А вы знаете, и он замирает. Вот эти вот негативные образы, они, конечно, портят здоровье. А как с этим быть, если вы спросите, я в конце с удовольствием скажу, как просто и симпатично иногда можно от этого избавиться. Хорошо. Ну а в каких случаях уже надо обращаться к специалисту, к психологу, чтобы выводить из такого состояния? И надо ли вообще это ломать себя? Я думаю, что ломать себя вообще не надо. И всё-таки психолог, который говорит, поговорили, и стало легче. К таким тоже не надо обращаться. А всё-таки психология – это исправление механизма взаимодействия у человека с собственными чувствами, мыслями и убеждениями. И вот если я умею как-то вот хоть чуть-чуть это исправлять, значит, я не самый худший психолог. Вот так вот я бы ответил. Потому что там иногда говорят, а вы знаете, я уже пять лет хожу к психологу. Я думаю, ну, да, над вами властвует всё то, с чем вы себя отождествили. Вот примерно так. У нас не так много времени осталось до конца передачи. Про пессимистов мы поговорили, давайте немного затронем тему оптимистов. В целом с ними всё понятно. Розовые очки, позитивный взгляд на жизнь. Это очень шаблонные такие вещи. Осень, желтые листья. А что такое токсичный позитив? У меня встретился такой термин. В сетях, я так понимаю, не так давно он возник. Вот что это такое? Как не попасть под это влияние и самому не генерировать? Ну, поскольку очень много призывов, да, что нужно смотреть на мир позитивно, учить позитивные психологии вокруг, вот, и надо больше радоваться. И вот эта фальшивая искусственная радость, она, ну, как-то тоже бывает такой выгодной маской для человека. Вот, но токсичный – это когда он очень такой слащавый, такой заботливый, такой хороший, а сам несчастный. Вот, такие люди встречаются, к сожалению, среди волонтёров. Вот, они очень заботятся там о ком-то, потому что у них совсем нет своей личной жизни. Всё-таки важнее быть, да, не работать над собой, не угождать кому-то, не развлекать кого-то, а вот собственное присутствие в своей жизни, и это вот такой настоящий, наверное, реализм, оптимизм. И согласовать вот, на чего достоин и на что согласен. А вот в тех ситуациях, когда, ну, у человека что-то происходит, вот термин как раз «токсичный позитив» мне встретился в этом контексте, когда человек пытается поддержать, взбодрить, но этим обесценивает чувство и эмоции этого человека. Ну, это такой, скорее, конечно, токсичный пессимизм под видом токсичного оптимизма, да. Потому что вот бодрить, да, да, брось, да, всё, мы так с тобой, всё будет хорошо, это, конечно, ужасно. Ну, вот, на самом деле, потому что, когда больно, вот, то вопрос о том, что это всё очень бодро, он, ну, не помогает. Вот, вот, образуется боль, обычно, знаете, такая яркая, сильная боль, когда вы как-то вот это душевно раскрылись, что-то вот такой праздник на душе, вот, и вдруг вас как-то резко вот это обесценили. И эта ценность, она становится такой вот очень трудной, и вот это вот дикое одиночество, вот. И вместо того, чтобы хватит там, это, переживать, ты не тряпка, да, вот, ты, это, не думай вешаться, иди к психологу, вот. Вот, скорее, вот, взять, потрогать за плечо и сказать, я с тобой, вот. И это гораздо важнее, чем, вот, рассказывать, что надо быть бодрым. Какие можно советы дать людям, как правильно жить, как смотреть на мир? Нет, как правильно жить, я, конечно, такого сказать не могу. Я могу сказать, как правильно реагировать, чтобы не выращивать напряжение внутреннее, и потом не накапливать тревогу. Как баланс соблюсти. Да, как баланс соблюсти. Да, совершенно верно. Вот, значит, есть события, да, в этих событиях иногда бывают, ну, достаточно неожиданные такие шоковые какие-то там выстрелы почти в упор. Вот, и есть две реакции. Если человек либо содержал дыхание, напрягся и понял, что это вот как-то, да, очень, и он на самом деле про себя сказал, я не очень. Раз он так, он всем телом и самому себе. Он сказал, у меня есть чувство вины перед тобой, что ты не очень. Вот, и потом как-то вот разошлось, разогрелось, и вот это ощущение, оно остается. И оно накапливается со временем, и потом внутренние конфликты, и тяжело, там весело бегать, потому что устают даже суставы. Есть другой вариант. У каждого человека в голове, вот здесь вот, есть тоненькая такая неокортек, кора головного мозга. И она отличается от всей другой коры, несмотря на то, что тоненькая, что в ней вот эти вот очаги возбуждения могут одновременно возникать несколько. Вот, в животном мире у них не возникает несколько. Раз возникает несколько, значит, я могу сравнивать. Вот на ком жениться, на Галле или на Марусе? Вот, женюсь-ка я на Оле. Есть возможность у меня выбирать. А выбирать – это чувство свободы. Это главное чувство. И вот теперь, смотрите, произошло что-то ужасное. И я вместо того, чтобы замереть, начинаю выдумывать альтернативные варианты решения, которые… Потому что неокортекс – это вообще-то творческая часть человека. Только сам механизм. Да, понятно, что это не сама кора, да, это всё-таки её содержание. Вот. И вот он даёт мне, говорит, ищи альтернативные решения. Я говорю, ну вот, я буду безразличен, я буду вот это самое, я буду вот это самое. И пока я выдумал, понял, что ничего не придумал. Но пока я придумывал, я не напрягся. И вот это вот не произошло напряжение, не произошла тревога, не произошёл зажим в теле. И так вот метод реагирования, он такой креативный. Вот. Ну, на примере, вот смотрите, я думаю, вы знаете басню Корелова «Лиса и виноград». «Лиса и виноград». «Лиса и виноград», да. Помните, она пришла в сад, не достала виноград и сказала, да, он делённый, обесценила. На самом деле, вот есть три варианта. Первый вариант, если бы она пригласила жирафа, там обезьяну, какую-нибудь птицу, вот, она бы достала виноград, и это вот креативное решение, да. Другой вариант, она обесценила, как бы, чтобы защитить себя. А третий вариант, самый ужасный. Она так обиделась на себя, что ей не достался виноград, и она говорит, там ужасный сад, туда вообще никто не ходите. Это ужасно. Вот. И вот из этих трёх вариантов каждый раз в экстремальной ситуации мы выбираем, как реагировать. А правды нет. Есть взгляд на вещи. Есть добрый взгляд и взгляд зловещий. Взгляд равнодушный. Взгляд живой. Открытый взгляд. И взгляд кривой. Взгляд тех, кто смотрит как-то косо, и кто-то, и кто не видит дальше носа. О, мир. Какой же ты? Ответь. А он. Не знаю, как смотреть. Константин Сергеевич, вот, глядя на этот стакан, что вы можете о нём сказать? Последний вопрос к вам. Что он восьмигранный. Ну что, на этой оптимистичной ноте наша передача подходит к концу. Прямо несколько секунд. Ну давайте. Счастье, уважаемые телезрители, вот, это отсутствие сожаления. Вот сказал один известный во всём мире психолог Елун. Счастье – это отсутствие сожаления. И счастье – это отсутствие страха облажаться. Секретами хорошего настроения и счастья сегодня с нами делился доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии и развития Самарского университета Константин Сергеевич Лисецкий. Наши выпуски можно найти на страничке телеканала Самара ГИС ВКонтакте. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Мы обязательно разберём их здесь, в студии. Не переживайте по пустякам. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!